Приветствую! Президент Украины Владимир Зеленский уже ровно год не подписывает законопроект 7352. Этот законопроект вносит изменения в закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации и расширяет перечень лиц, которые имеют право на отсрочку. Почему же этого не сделано? Как должно быть по Конституции? С этими вопросами мы сейчас с вами и разберемся. Ну а перед этим хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информации там гораздо больше и появляется она более оперативно, чем в ютуб-канале. Также я отвечаю там на комментарии. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Для того, чтобы не быть голословным, мы должны с вами обратиться к сайту Верховной Рады и посмотреть, а действительно ли президент не подписывает уже год законопроект. И вот сейчас мы с вами на сайте Верховной Рады Украины. Вот мы видим этот законопроект 7352. И вот здесь, если полистать, можно посмотреть историю этого законопроекта. И мы видим, что 29.07.2022 года закон был принят. Далее 3.08.2022 года его подписал глава Верховной Рады. И 3.08.2022 года закон направлен на Питпы с президентом Украины. И это последняя запись. То есть с того момента год прошел, а статус закона не изменился. И президент этот закон почему-то не подписал. Как мы понимаем, немножечко это затрагивает интересы людей, которые могли бы получить отсрочку. Год назад Верховная Рада дала им право на отсрочку, а президент почему-то это право им не дал. И кто эти люди? Давайте посмотрим, что же было в этом законопроекте. Менялась 23 стаття закона о мобилизации и предлагалось один из абзацев изложить вот в такой редакции. Науковые, науковые-педагогичные и педагогичные работники за умови, что они работают в науковых установах и организациях, закладах вищей, фаховой, предвищей, профессиональной, профессиональной, технической или загальной средней освяти за основным местом работы не меньше, как на 0,75 ставки. Что здесь было убрано? Здесь было убрано требование о наличии ученого звания, либо ученой степени. И, соответственно, те люди, которые сейчас работают в учебных заведениях, а это, напомню, это те люди, которые учат наших детей, не имеют права на отсрочку. Только лишь в том случае они получают это право, если у них есть ученая степень. И вот Верховная Рада все-таки решила так, а президент решил по-другому. Как должно было быть по Конституции? Для этого нам нужно обратиться к, соответственно, Конституции Украины. Есть в ней 94-я статья, и здесь написано следующее. Закон, подписывая голова Верховной Рады Украины и невидкладно направляя его президентови Украины. Было ли это сделано? Да, было. Вот посмотрите. Вот здесь даты есть, да? 3.08 подписал глава Верховной Рады Украины, и 3.08 было направлено на подпись президенту Украины. Дальше что должно происходить? Дальше написано следующее, что президент Украины протягом 15 дней, після отримания закону, подписывает его, беручи до выполнения, та официально прилюдния его, або повертае закон зі своими вмотивованными и сформулированными пропозициями до Верховной Ради Украины для повторного розгляду. То есть Конституция говорит, что после того, как президент получил закон, он должен в течение 15 дней либо его подписать и опубликовать, либо же вернуть Верховную Раду, воспользовавшись своим правом вето. Как мы с вами видели, правом вето президент не воспользовался, но при этом закон и не опубликован. А что же делать в этой ситуации? В этой ситуации часть третья статьи 94 говорит следующее. У рази, если президент Украины протягом установленного строка не повернув закон для повторного розгляду, закон считается хваленным президентом Украины и должен быть подписан и официально прилюднен. То есть, если в течение 15 дней президент не воспользовался своим правом вето, то он должен этот закон подписать и опубликовать. И, конечно, вы здесь скажете, стоп, а вот здесь же не указано, в течение какого срока он должен это сделать. Да, не указано, но логическое толкование Конституции говорит, что это должно быть сделано после 15 дней. Да, вот 15 дней мы даем президенту на то, чтобы он принял решение, и, соответственно, далее он, ну, логично было бы, если бы он сразу на следующий день принял соответствующее решение, да, о публикации подписал и опубликовал этот закон. Но этого, к сожалению, не было сделано. И сегодня у нас складывается удивительная ситуация. Верховная Рада дала право определенным людям на отсрочку. На отсрочку во время мобилизации и военного положения в Украине. И это компетенция именно Верховной Рады. Она так решила. Президент Украины, не наложив вето на этот закон, уже ровно год его не подписывает. Самое ужасное в этой ситуации то, что никоим образом, никакими правовыми механизмами мы не можем, по сути, заставить президента Украины подписать этот закон и, соответственно, запустить этот закон в действие. Прекрасно. Прекрасно. И что здесь еще сказать? Все прекрасно. Ну а что предлагаю я? Предлагаю считать, что президент, видимо, просто забыл о этом законе. И нам нужно напомнить об этом. Как мы это сделать можем? Мы можем сделать это следующим образом. Поставить лайк, распространить это видео максимально по своим соцсетям в надежде на то, что каким-то образом увидят какие-то репортеры, да, люди, которые работают на новостных каналах. И информация об этом вот куда-то всплывет на самый верх, да, и президенту все-таки напомнят, что есть такой закон, его нужно подписать. И напомню еще раз, это вопрос об отсрочке для тех людей, которые учат наших детей. Это вопрос образования наших детей. Поэтому, если вы хотите, чтобы они получили должное образование, да, для того, чтобы преподаватели, учителей не забрали, соответственно, на службу в армию, то, друзья, поддержите эту идею, поддержите это видео. К слову, петиция уже была, петиция, к моему сожалению великому и удивлению, не набрала нужных 25 тысяч голосов. Тоже не понимаю, почему так. Ну, возможно, недостаточно была там медийная поддержка этой петиции. На этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.